Ход строительства в Твери ряда образовательных объектов проинспектировал в среду губернатор Игорь Руденя. Все они возводятся в московском районе города. Вместе с представителями органов власти темпы работы оценили и журналисты, среди которых была и наша съемочная группа. Новый детский сад номер 168 по улице Склицково находится в высокой степени готовности. В каких-то группах и спальнях уже расставлена мебель и заправлены кроватки. Где-то столы, шкафы и стулья еще в процессе сборки. Попутно строители ликвидируют выявленные недочеты. Мелкие штрихи, которые дорабатываются. И как я считаю лучше, они выявляются сейчас, эти моменты, чем когда уже сюда придут детки. То есть сейчас летняя пора и в общем-то это не в учебной процессе у нас что-то происходит. А тогда, когда у нас есть возможность какие-то штрихи откорректировать. Идет комплектование персонала. А также здесь ждут заявок от родителей. Пока таковых поступило 150. При том, что здесь ждут 190 воспитанников. Для восьми групп, из которых две ясельные. Глава региона дал ряд поручений, направленных на повышение качества образования и условий пребывания детей. Детский сад на улице Левитана является аналогичным объектом. Работы здесь в самом разгаре. На сегодняшний день завершены работы по наружным сетям. Заканчиваются работы по устройству вентилируемого фасада. Ведутся работы по кровельные, отделочные работы. Приступили к внутренним коммуникациям и также отделке. Единиц техники 14, человек 70 на сегодняшний день. По мере поступления оборудования и материалов численность сотрудников будет увеличена. Совсем рядом ураганными темпами возводится куда более крупный и не менее необходимый объект. Школа, рассчитанная на 1224 ученика. Несомненно, что ее открытия с нетерпением ждут жители окрестных кварталов, где новостройки растут как грибы после дождя. Строители обещают сдать объект в срок. Выполненные полностью работы подготовительного периода ведется бетонирование и армирование перекрытий второго этажа и частично первого. К сентябрю месяца мы завершим полностью работы по конструктиву здания, благоустройству и подведению инженерных сетей. Все учебное оборудование закупят и смонтируют в будущем году. Так что к 1 сентября 2023 здесь, в Южном, откроется современная школа с двумя бассейнами, а также собственным большим стадионом, где будут площадки для занятий игровыми видами спорта и тренажерами.